Превращение контура в заливку Продолжая изучать возможности рисования во флэш, в этом уроке рассмотрим, как превратить контур в заливку. Предположим, что перед нами стоит задача нарисовать треугольник со скругленными краями. Для этого выберем инструмент «Многоугольник» и в настройках инструментов выберем стиль «Многоугольник». Изменим количество сторон на три. Далее, предварительно выбрав нужный цвет, рисуем на сцене треугольник. Потом увеличим толщину контура, после чего выделим контур и изменим его цвет на цвет заливки внутри формы. Если форма не выделена, визуально кажется, что это одна сплошная фигура, но это не так. На самом же деле, если начать выделять ее элементы, то станет заметно, что фигура состоит из трех контуров, и заливки внутри. Чтобы превратить данную фигуру в сплошную, нужно выделить контур, затем обратиться к верхнему меню и выбрать «Модификация», «Фигура», «Преобразовать линии в заливку». И после того, как снимем выделение, фигура превратится в сплошную форму. Теперь рассмотрим другую задачу. Например, нужно нарисовать мишень. Для этого выберем инструмент «Овал» и удерживая клавишу «Шифт», нарисуем большой круг. Затем изменим цвет обводки и ее ширину. После чего выберем «Контур» и в меню выберем «Преобразовать линии в заливку». С этого момента настройки контура изменить нельзя, поскольку это уже не контур, а заливка. Как правило, мишень состоит из повторяющихся сегментов, цвет которых чередуется. Теперь нам надо добавить еще один похожий сегмент. Для этого нужно выбрать инструмент «Чернильница» и, выбрав нужный цвет, кликаем левой кнопкой мыши ближе к внешнему радиусу. После чего выделяем появившийся контур и изменяем его размер в меньшую сторону. В результате получился второй похожий сегмент, но только другого цвета. Для повторного дублирования сегмента нужно выбрать последний контур и превратить его в заливку. Затем выбрать инструмент «Чернильница» и, выбрав нужный цвет, кликаем ближе к внешнему радиусу. В завершении отрегулируем размер заливки. Таким образом можно нарисовать правильную мишень.